всем доброе утро ну как доброе утро 10 утра утра да ой смотрите там у . с утятками маленькими смотрите два малыша там нет нет 33 малыша моя пошла всех пугать шли с боной сходить на залив мальчики со мной не пошли мой смотрите какой прилив травой взросло у нас красота . с утятками уплыла хорошо тебя бона холодная водичка нормально нормально не вода холодная чертина давайте залив дайте дайте давно мы что-то не были птички щупают он там даже трава выросла смотрите видите трава здесь не глубоко тут можно до лодок он до тех пешком дайте вам по коленам будет например так что красота сегодня обещает хороший денечек дома мы с уточками с детками полывет обещают правда обещают так улочных вот ну солнышко без дождей все хочу сделать окрошку сейчас бона накупается этим окрошку делать да бона красота тим только не ходи вонять будешь чуть пришла домой как раз мне привезли заказ спидшоп заказала снова куча пакетов как вы видите всяких разных в основном получается сейчас по акции беру собакам такие пурина вот такие тоже к там тоже пурина вот такие всякие разные короче целая гора у меня должны быть запасы иначе я начинаю нервничать кормить не ничем вот так же я собакам взяла вот такие брит баночки вот они я уже кормила как-то брит на самом деле очень нравилось есть линейка просто а есть премиум вот видите круче не знаю чем они отличаются вот но я беру линейку премиум обычная линейка она продается в ленте и в общем везде премиум короче не знаю в общем наверное вы поняли вот это я еще взяла сухой корм к там на пробу ну как сказать здесь сколько килограмма два наверное вот да есть по моему два килограмма или полтора для стерилизованных это для моих стариков они все друг друга едят и это я собакам сухой корм но у меня джуси редко есть но все-таки есть сухой корм в общем посмотрю как пойдет если что потом закажу большую большую упаковку вот я взяла для не для крупных а как бы для средних он для собак 10 25 килограмм но посмотрим тоже как пойдет так что еще запасы и пополняю мне должны быть запасы девочки иначе я нервничаю собаки нервничают коты нервничают все нервничают поэтому лучше пусть будет больше чем меньше так что все но нам надолго хватит теперь я надеюсь ну что будем делать окрошку я так понимаю что все делают ее по-разному но основной такой ингредиент у всех примерно одинаково единственное что он я у меня закончилась в огороде редиска я ездила в магазин но редиску уже больше не продают крошку хочется я думаю что без редиски тоже нормально точнее не думаю уверена в этом вот я считаю добавляю лучок так как нет редиски в общем все в принципе как все единственное что вот я тут когда все отварила для но картошками я веду до для окрошки я забыла еще отварить яйца и вот пока я тут все это дело крошу яйца как раз у меня варится но в кадр это уже не попало но я их тоже конечно же добавила вареное яйцо добавляя всегда и в холодный борщ его крошку я потом покажу как я делаю холодный борщ хотя я уже помню в прошлом году показывала честно говоря не помню некоторые не понимают холодный борщ потому что он без бульона без мяса там тоже идет вареная колбаса не знаю кто-нибудь делает окрошку с мясом я таких вариантов не видела всегда по моему вареная колбаса в окрошке не знаю кто я знаю что некоторые вообще не добавляют никакую колбасу вот окрошку я ем с квасом и сметаной мне очень нравится такое сочетание с кефиром нет некоторые просто с но обычно газированной водой то есть наливает газированную воду кто-то минеральную даже воду мне как-то писал добавляют но такой вариант мне не очень понравился вот самые для меня оптимальные это ложечка сметанки и квас и получается прям вот то что нужно хотя на самом деле больше всего я люблю не окрошку а именно холодный борщ он еще по-моему по-другому называется как-то холодняк или что-то в этом духе наверное как-то так да вот она крошечка тоже с удовольствием ем вот я добавила сюда сметанку если нет сметаны то я добавляю немножко майонезом хорошо сметанный майонез подходит к данному блюду в общем вкуснятина просто супер вот летние такие супчики сейчас наверно все в основном готовят окрошку на обед всем снова привет девочки на самом деле я думала что я доснимала это видео до конца сейчас села его монтировать и поняла что я вообще ничего не доснимала у нас в питере жара ну как жара нет жара для питера это жара двадцать шесть двадцать семь градусов правда обещают тут и 30 надеюсь этого не будет но знаете такая хорошая все равно погода жарко но в то же время ветерок такой есть в общем погода просто шепчет я загораю вовсю ну как загораю и просто хожу туда-сюда в купальнике вот в общем раз я не доснимала видео хочу вам еще показать кое-какие свои покупки у меня был заказ сазон и на ламоде я делала заказ но заказывала там своим мужчинам там нижнее белье ну такие по мелочи там кое-какие футболочки там всякое такое вот и себе тоже заказала нижнее белье я заказала белорусское нижнее белье я вам сейчас покажу поближе я его еще не носила потому что хочу показать вам да вот этой марки значит покажу поближе это марк формы ли называется это белорусский бренд очень мне понравилось это белье у меня были такие же нижнее белье трусики у меня были я сказала тут еще наборы в общем сейчас поближе покажу и и мне очень понравились трусики этой марки я заказывала и белые и черные они не полиняли они вот реально как новые я их сколько может пару месяцев точно носила и они хлопковые очень удобные нигде не жмут нигде не натирают вот просто идеальное нижнее белье мне еще советовали вверх но говорят что на большую грудь белорусское белье вверх до бюсгальтер правильно это назвать он очень очень удобно и очень комфортно и так далее но у меня нет большой груди из-за неимением этого я не покупаю такое белье в общем у понят давайте вам покажу и оставлю ссылку я заказываю на ламоде я на ламоде постоянный покупатель у меня на ламоде постоянная скидка 25 по моему или 2325 по моему процентов это постоянная скидка плюс всякие акции и тому подобное и у меня получается дешевле чем когда вы открываете ссылку переходите и у меня получается то есть у вас получается получается полная цена у меня ниже цена потому что я там постоянно что у меня какие-то синяки под глазами это у меня эти веснушки в общем давайте вам покажу касперюшечка душечка ко мне пришел да что такое скажи жарко коту не он дача спрячется везде жарко скажи мне мать вот у меня еще хочу ответить на вопрос меня спрашивали по поводу если у нас кондиционер кондиционера нет но в прошлом году мы покупали вот такой вентилятор он очень классный девочки он дует по низу и вот второй год получается у меня их два второй год он работает у нас и супер вот такая марка покажу вот такая вот не помню где-то у меня муж по моему на озоне заказывал в прошлом году вот и в общем супер нам очень нравится у нас тут работает вентилятор и каждый год задумаемся о кондиционере не знаю может быть в этом году поставим уж нет в общем посмотрим да так нижнее белье я заказала набор вот таких вот ну кому-то детский кому-то нет на самом деле заказала тот который был по акции я хотела чисто беленький или чисто телесные ну такого цвета да но он не было моего размера поэтому я взяла вот такой набор ну ну ладно кроме меня и мужа все равно никто это не увидит ну и вам тоже покажу да вот так называется марка очень мне понравилось этой марки белье вообще очень она удобно и классно и вообще супер так вот у меня размер из идут размера в размер не надо больше покупать не надо меньше покупать вот эти резиночки вот эти швы не натирают нигде вот у меня похожая только резинка была другая не такая широкая похожая белье да вот как сказать такой же модели до были и белый и черный очень мне понравились поэтому я заказал еще вот такие но пусть будут такие тоже отличные вот три пары здесь вот такие фанни ой прикольные ну в общем нижнего белья много не бывает так и я заказала вот такую маечку потому что я вообще последнее время шляюсь без нижнего белья точнее только низ вверх вообще практически не ношу вот но бывает моменты когда это становится очень неприлично вот поэтому я решила заказать вот такую маечку себе бежевую тоже хотела еще беленькую но белого тоже не было моего размера я заказала ску тоже да отлично мне подошло просто вот рост 164 170 обхват груди идут прямо размера в размер опять же если у вас большая грудь то наверное нет я так думаю и мне очень понравилось во первых здесь вот такая вытачка и получается грудь не сплющивается как часто бывает вот в таких подобных маечках что у вас просто получается такой плоская грудь где-то сверху нависает вот такого здесь нет здесь идет вот просто все идеально девочки вот я померила просто идеально вот поэтому смотрите мне тут хорошенький котик хорошенький котик такой да хорошенький котик же не трожь меня он но здесь меня вентилятор дует а вот он ложится здесь или в 10 на полу его видно обдувает хорошо да красота красавчик мы вот в общем еще вот такой вот топ себе заказал он это топ-то правильно называется он сзади без застежки риан клянки регулируются и здесь видите двойной такой шовчик сделан то есть вы что все хорошо держалась короче вот в общем супер белье мне очень понравилась вот эта марка девочки всем от всей души советую но у кого большая грудь хотя бы низ точно вам рекомендую очень удобные классные в меру тонкие в меру в меру толстый тянь тянется все общем супер так наверно состав надо показать на обхват бедер девяносто четыре над примерно и до беларусь а состава мышки на с в персиковом ой господи ну ладно так дружить а что-то я не вижу состава здесь почему-то не написано ну ладно не написано так не написано обжаренный миндаль цвет называется вот в общем такие покупки да катя берешь хорошо тебе прошу тебя моя кисонька я вот тут вычесываю он меня тоже линяет видите вот и у него обычно вот здесь вот на попке образуются колтуны он меня не любит когда я его вычесываю не любит он хозяйку свою потому что скажи вредно видите у меня сейчас все животные линяют я пылесошу каждый день такие красавчики так и сейчас ко мне приехал курьер сазон я извиняюсь мне дети там кричат они купаются в бассейне вот и я на зоне заказала была очень хорошая скидка очень хорошая я снова заказала синергетик пятьсот шестьдесят пять рублей мне обошелся вот этот кондиционер причем именно вот этот синенький был с такой хорошей скидкой мне он очень нравится мне нравятся средства для стирки от синергетик для уборки не пробовала вот в общем схватила кондиционер и вот эти два обошлись мне в общем по 400 с чем-то рублей девочки то есть они получались на момент моего заказа вот так вот если заказать 2 по здесь 275 литра получалось дешевле чем вот такую большую канистру пятилитровую поэтому я заказала она взяла сразу для белого белья так как сейчас лето и для черного белья так как но черное темное я стираю все темные джинсы в том числе я стираю вот таким средством вот в общем они мне нравятся по акциям скидкам ловлю бывает еще на вальберис подешевле но в этот раз вот получается блоги достаточно дешево именно на озон поэтому я там заказала и вот такое средство для уборки взяла я кстати давно его присмотрела много положительных отзывов вот видите мебельные фасады бытовая техника подоконники пластик эко кожу окна еще я читала что многие моют видите безопасно для человека не требует смываний владать защитными против пыли трата там вот такой вот в общем средство я взяла очень много положительных отзывов поэтому я взяла попробовать попробуем потом расскажу понравилось мне или нет в общем заказала бытовую химию себе можно так сказать но просматриваю постоянно просматриваю и вальберис и озон и где подешевле там беру всегда сравниваю цены девочки вам тоже советую и тем более здесь у меня еще обошлась бесплатная доставочка что вообще красота не надо никуда тащить мне курьер все занес спасибо ему огромное вот так что все летом у меня всегда много стирки вот так что теперь еще вот такое средство для уборчики буду использовать у нас тут он кот охотится за чайками на домике детском не знаю тоже не первый раз прилетает вот так кружат тут он охотится удаётся пока только смотреть на них там чайки летают не знаю может выкинул что из соседей может там рыбу кто слушать они летают бедолага сидит смотрит на птичек а вон кошка булочка ушла еще девочки хочу вам похвастаться я впервые в своей жизни ела черешню с дерева представляете первый раз в свою жизнь ветер я надеюсь что меня хорошо слышно я так стараюсь прикрывать микрофон потому что у нас у нас черешня смотрите какая вы посмотрите правда я очень мало ну как мы же поели вот она еще у нас висит вот такая такая видите я не помню что это за сорт это покупал мой муж смотрите вот она смотрите какая прелесть он боняши мая боняши мая ходит тут вот в общем смотрите какая прелесть она сладкая она такая вкусная девочки магазины вообще не сравнится но знаете может быть как это свое дитя всегда лучше чем чужого правильно вот еще тут у меня ягодки эти вот они это может быть желтая не знаю мы срывали которые уже совсем покраснели и они просто нереально вкусно у нас черешня одна я знаю что у нее должно быть подружка переопылитель скажем так и муж у меня купил вначале вот эту черешню потом купил переопылителя ну как бы подружку но поняли да чтобы урожая был побольше что конечно этого мало это первый год она у нас дала а сама черешня у нас по моему третий третий год да вот и он купил вот здесь вот у меня вот это деревце причем женщина которая ему продавала уверяла что это тоже черешня и она отлично подойдет вот к этому сорту что будет прямо переопылять прямо вообще обалдеть но как вы понимаете это не черешня в итоге выросла он купил когда это было уже были только почки не было листьев то есть нельзя было определить что это на самом деле такое и это казалось вишня самая обыкновенная вишня единственное что это хорошие вишня она прошлом году тоже давала что вы видите в этом году много что посохла у нее вот видите вот она вот она прямо такая мясистая вишня непонятно теперь что это за сорт вот но она прям такая знаете 7 миссис то кислое конечно вот но у нас вся вишня, которая, по крайней мере, у нас тут растет. Здесь вот это все оборвать, да, наверное, сухое. Вот, она кислая, тоже не такая сладкая, конечно, как черешня, но прям такая, знаете, прям такая мясистая косточка, небольшая и много-много мякоти. Очень вкусная вишня, кстати, несмотря на то, что кисленькая. Ну, как, она не очень кислая, такая кисловатенькая. Вот, там наверху тоже ягодки зреют. Вот, так что моего мужа обманули, у нас теперь черешенка тут только одна. Вот, ну, ничего страшного. Вот, мы решили еще одну все-таки купить, наверное, уже на следующий год. В этом году мы что-то с мужем вообще забыли про это дело. Вот, и посадим ее куда-нибудь вот сюда, рядышком, чтобы она переопылялась. Был у нас огромный урожай. Прямо это черешня было просто немерено. А вот это я покупала в Оби, по-моему, тут у меня ля фан суси бегают. Вон они. Всех животных вам показала. Ну, что такое? Вот, это у меня абрикосы, девочки. Представляете? Смотрите, сколько их. Вы посмотрите. Правда, они еще зеленые, маленькие совсем. Но смотрите, сколько их. Много на таком маленьком деревце. Тоже первый год она дает. А живет у меня это дерево, по-моему, второй. Второй или третий год. Вот. Но я их подкармливаю, конечно же, все. Вот, видите. абрикосины. Смотрите, какие. Класс. Класс просто, девочки. Если они реально все вот созреют, но я думаю, что созреют, а чего же нет, то я буду просто в диком восторге. Дичайшем. Потому что это, наверное, тоже будет очень-очень вкусно. Вот такая прелесть у меня живет в саду. Смотрите. Просто радует меня. Ну, я, конечно, ухаживаю. И, видите, побелела тут и подкармливаю постоянно. Вот. Но прям радует. Спасибо вам, деревцы мои. И это слива в этом году. Это у меня синяя слива. Тоже не знаю, как называется, сорт. Видите, много цвели. Много. Много было цветов. И все они вот пустые. Самой слива мало очень. Совсем мало слива в этом году. Ну, ничего. Ну, ничего. Тоже я его поподкармливаю. Вот видите, какие сливки. И будет потом. На следующий год, может быть, будет. Много давать. Так что, вот так вот. Вот такие вот у меня дела. Огород меня очень радует. Сейчас, по крайней мере, началась жара. И более-менее все начало расти. И огурцы у меня начали расти, но еще не цветут. И кабачки, и тыквы. В общем, супер. Вот. Потом покажу уже вам огород. А на сегодня я, наверное, буду уже с вами прощаться. Потому что, наверное, получится, ну, чтобы не сильно длинный влог был, да, чтобы не уставали смотреть. Вот. И всех люблю, целую. До новых встреч.